10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 373 тысячи. Суточные показатели заболеваемости незначительно, но снижаются. Ковид подтвержден у более чем 2000 казахстанцев. В антилидерах по-прежнему Алматы, однако, впервые за долгое время на второе место вышла Карагандинская область. За сутки в регионе выявили 349 ковидных больных. Следом Нур-Султан плюс 322. И новые данные по привившимся. Число поставивших первую дозу вакцины приближается к 2 миллионам. Второй компонент препарата получили более 917 тысяч казахстанцев. Купальный сезон в Актюбинской области официально может так и не открыться. Зоны отдыха, конечно, готовятся принять жителей, но все может кардинально измениться из-за коронавируса. Точнее, санитарных ограничений. Все зависит от зон, в которых находятся регионы. Репортаж Натальи Сальковой. В прошлом году из-за сложной эпид-обстановки все пляжи были закрыты. В этом году их открытие также под вопросом, как говорят санитарные врачи. Все будет зависеть от эпид-ситуации. Но в регионе все же начали подготовку к купальному сезону. В течение нескольких дней водолазы обследовали дно водоемов. Теперь дело за санитарными врачами. Специалисты берут пробы воды и почвы вблизи рек, а также проверяют соблюдение необходимых норм при открытии мест отдыха. Если в дальнейшем мы не будем в красной зоне, и если постановлением главного государственного санитарного врача будет урегулирован вопрос насчет работы пляжей, конечно, тогда мы рассмотрим вопрос насчет работы пляжей. Наряду с санитарными нормами на особом контроле безопасность отдыхающих купальный сезон еще не начался. В области утонули уже шесть человек, трое из них дети. Поэтому, не дожидаясь официального открытия пляжей, вблизи водоемов проводят рейды. В них участвуют пешие авто- и конные патрули. У нас все конные патрули разделены по пляжам. Предупреждают граждан, что в состоянии алкогольного опьянения нельзя купаться, чтобы детей без присмотра не оставляли. Ну и вообще общий общественный правопорядок сохранен. Во время купального сезона в ежедневных рейдах будут задействованы от 150 до 200 человек. Вместе со спасателями и полицейскими патрулировать водоемы выйдут волонтеры и учителя. Но сначала их самих научат оказывать помощь терпящим бедствия на воде. В этом году мы привлекаем 70 учителей основанного мужского пола. То есть это будут физруки и военноруки. Учителя чем нам помогают? Тем, что они своих учеников, можно сказать, что они будут контролировать. С другой стороны, будут изучать местность как раз этих водоемов, чтобы своих детей предупреждать. Спасатели говорят, что большинство несчастных случаев на воде происходит в местах запрещенных для купания. Поэтому рекомендуют посещать только специально оборудованные пляжи. Наталья Салькова, Булат Молдогалиев, Ак-Тубе, Хабар-24. Тем временем в Грузии, куда часто летают отдыхать, казахстанцы всеми силами пытаются реанимировать туризм. В 2020-м из-за коронакризиса его доля в экономике страны сократилась на 90%. Это что важно знать тем, кто планирует отправиться на грузинский курорт. Этим летом знает Юлия Тужилкина. В Грузии все силы брошены на спасение экономики. С этой недели ослабили ковид-ограничения. Теперь рестораны с открытой террасой могут работать и по выходным. А комендантский час начинается не в 9, а в 11 вечера. Как один из шагов к открытию страны и привлечению международных гостей – массовая вакцинация работников сферы туризма. А по итогам вакцинации туристические объекты получат статус безопасного, а также рекламу на международном уровне. Ну а пока гостиницы работают с учетом всех регуляций – маски, дистанция, ПЦР-тесты для гостей или паспорта о вакцинации. В прошлом году нам пришлось закрыться, а сейчас работаем уже месяц. У нас 52 номера, но заселено пока только 10 из них. В последние дни количество приезжающих увеличилось. Растет и число желающих приехать. У нас появились брони как на этот, так и на следующий месяц. В основном приезжают туристы из России, Казахстана и Украины. Грузинская воздушная граница открыта с марта. За первые 4 месяца страну посетили 220 тысяч зарубежных туристов, что на 90% меньше показателей 2019 года. Однако лучше по сравнению с прошлым. Туристическая сфера не сдается. Уже открылись гостиницы, рестораны, турфирмы. А в старой исторической части Тбилиси наконец стало оживленно. Алия Айбекова приехала из Казахстана с ковид-паспортом. Говорит, что с ним сегодня выгоднее путешествовать. Не нужно тратиться на многократное ПЦР-тестирование. И получается, когда мы границу уже проходили, уже они спрашивали, есть ли у тебя ПЦР-тест. На самом деле, когда у тебя паспорт, тебе не требуется ПЦР-тест. Преимущество – это то, что ты на все границы можешь проходить с этим паспортом. И, конечно же, минимализируешь свои затраты на ПЦР-тест. Потому что у меня подруга, которая рядом со мной тоже путешествует, она по 15 тысяч сдаёт через три дня, когда в Грузию прибывает 15 тысяч, она получила такие тесты. В Грузии с тоской вспоминают рекордный для туризма 2019 год, когда количество международных путешественников превысило 9 миллионов, а доходы от отрасли составили больше 3 миллиардов долларов. Сейчас, с учётом кампании вакцинации и ослаблением ограничительных мер, у страны есть план достичь 25% от показателей позапрошлого года. Юлия Тужилкина, Шалова, Суромнашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. А в Германии так называемые корона-отрицатели вновь пытались выйти на демонстрацию. Организаторы планировали собрать в Берлине одновременно 16 тысяч человек, чтобы выступить против карантинных ограничений, которые всё ещё действуют в ФРГ. Однако полиция запретила выходить на акцию, но, несмотря на это, группы по несколько сотен человек без масок начали собираться в разных частях города. А после они пытались несанкционированно устроить демонстрацию у главной достопримечательности Бранденбургских ворот. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, 3000 полицейских временно заблокировали центральные улицы Берлина. На выходные в Берлине заявлено 90 разных демонстраций. 11 из них мы полностью запретили, так как на этих акциях, по нашим прогнозам, могли быть нарушены санитарные предписания. Демонстрации против карантинных мер мы прервали и не позволили людям массово собираться. Также мы разворачивали автобусы с демонстрантами, которые ехали с регионов, игнорируя наш запрет. Предварительно могу сообщить о 200 задержаниях и предупреждениях. Городный байдин- Санкт-Партамент. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают С июня в Павлодарской области три дороги республиканского значения станут платными Речь идет об участках по направлению в Нур-Султан, Семей и дороссийской границы В пилотном режиме устанавливаются устройства непрерывного наблюдения Уже оборудовано 10 промежуточных арок контроля Предусмотрено более 20 способов оплаты проезда Водителям легковых авто один километр будет обходиться в один тенге Ну а для тех, кто проживает рядом с трассами, установлена абонентская плата сроком на год Для получения льготы машина обязательно должна быть зарегистрирована в районах проживания К примеру, если ваш населенный пункт находится рядом с платной дорогой, как Калкаман Если ваша машина зарегистрирована в том же районе, то вы можете оплатить тысячу тенге и получить абонемент на год Тогда вы будете ездить по этим дорогам бесплатно, независимо от того, сколько раз и в каком направлении По Павлодарской области, 1668 километров республиканской автомобильной дороги За прошлый год мы потратили 2 миллиарда тенге С внедрением платности, те деньги, которые будут вручены, они будут направлены на содержание и на закуп новой техники, допустим То есть дорога будет содержать сам себя Между тем, Павлодарские картофелеводы высадили необычный для региона сорт Надеются, что в будущем он займет свою нишу в картофельной сфере Хотя подобные попытки местные фермеры предпринимали ранее, но до урожая дело так и не дошло Теперь же перспектива районировать особенный картофель не только вполне реально, но и имеет под собой маржинальную основу Возможно, выращивать эту продукцию будет очень рентабельно, Ербулабишев рассказывает Последнее поле отшагивает за пассивным комплексом Дияр Аспан За спиной помощника механизатора больше 250 гектаров пашни, засеянной морковью За день прохожу больше 10 километров Слежу за кассетами, чтобы семена сыпались равномерно Колеса чищу, за дисками смотрю, если что поправляю У механизатора Николая Кирильченко это первая пассивная компания Еще не приходилось возделывать землю Говорит, работал на сенокосах и такой автоматизированной сельхозтехникой управляет впервые Трактор хороший, иномаркам нравится, удобно, не тяжело Хозяйство предпочитает высаживать среднеспелые сорта Довольно рентабельная продукция Долго хранится, растет в цене, а главное спрос высокий Начали посев с 3 мая, земля была подготовленная, рыхлая, нагретая Рассчитывают получить урожайность до 60 сантиметров с гектар На искусственном орошении, применяя современные агротехнологии Здесь всегда получают стабильные урожаи В прошлое знойное лето картофель хорошо уродился Нынче решили попробовать новый сорт, необычный Хозяйство заключило контракт с Талдыкурганским чипсовым заводом 43 гектара пашни засеяли ультра ранним сортом голландской селекции Осенью начнут поставлять продукцию для чипсового производства Чипсовый картофель отличается от обычных сортов Во-первых, семена имеют соответствующие в форме чипсов размеры Во-вторых, содержание крахмала и сахаристость в них на порядок меньше То есть продукт невысококалорийный Ну и главное, отличается посадка Семена высаживают на минимальном расстоянии друг от друга Это делается для того, чтобы клубни росли в тесноте и не давали крупных плодов Только тогда можно достигнуть нужного стандарта в изготовлении чипсов Развивать земледелие намерены в одном из самых засушливых районов Туркестанской области Сузакском местные фермеры закупили в Лизинг новую сельхозтехнику И уже наращивают площади посевов овощей и бахчевых культур Часть урожая они планируют вывозить на экспорт В сельском хозяйстве Шеребжан Ирисметов человек новый Арбузу он выращивает второй год Первый сезон для него выдался удачным С 4 гектаров собрал 120 тонн бахчевых В этот раз фермер планирует удвоить урожай Все благодаря новому трактору, который Шеребжан приобрел в Лизинг за 12 миллионов тенге При этом четверть этой суммы государство покроет в виде субсидий Когда есть собственная техника, работать гораздо проще Теперь я хочу приобрести дождевальное оборудование для полива Так мой урожай станет еще богаче Стоит оборудование примерно 9 миллионов тенге Половину из которых покроет государство Новую сельхозтехнику приобрели 10 сузакских фермеров Это усовершенствованные тракторы, которые в три раза мощнее обычных К тому же укомплектованы они по последнему слову техники, говорят специалисты Новые тракторы не отнимают много сил На них спокойно можно работать целый день И возможностей у них больше Постоянный ветер и пыль Климат в Сузакском районе суровый Поэтому пока самый популярный вид сельского хозяйства здесь животноводство В селах насчитывается более 180 малых и крупных ферм Аграрии не намерены отставать от коллег Они постоянно увеличивают площадь посевов Уже сейчас в районе почти полторы тысячи гектаров бахчевых, пшеничных и овощных полей Рауль Габитов, Ярбалат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область К этой минуте все, спасибо, что были с нами, до встречи И вам хорошего дня, обязательно увидимся, берегите себя Редактор субтитров А.Семкин